Всем дорогие друзья, привет! Сегодня мы поиграем в симулятор метро 3D. Собственно, да, мы давно с вами не катались в данной игрушке. Уже, конечно же, хочется покататься, хочется проехать сценарий, но давайте посмотрим. Сегодня мы поиграем в режиме пассажира. Мы не смотрели данный режим, да? Поэтому будет сегодня интересно. Не важно нам, в принципе, у нас денег дофига еще чуть-чуть. Напомню про телеграм-канал, где есть индивидуальный контент. Вы можете туда заглянуть, подписаться. Также там проходит розыгрыш на симулятор московского метро 2D. На 250 подписчиков сделаем такой розыгрыш небольшой. И обязательно вот это вот замутим с вами. К сожалению, да, работает Восточная Европа, знаю, в режиме пассажира. Мы проедем сегодня по, наверное, вот этой линии. Состав выберем сегодня. Да, очень необычная серия, вы, собственно, узнаете почему. Немножко спойлерить не буду сейчас и название попробую не спойлерить. Не знаю, честно, какой поезд взять. Давайте попробуем взять Яузу. Это будет довольно интересной ситуацией, потому что было одно непонятное особо событие. Как вам сказать? Короче, вот такая вот станция. Очень неудобное управление. Я застреваю в текстурах каких-то. Какой путь, во-первых? Наверное, на этот, где тут все люди стоят. Оттуда поезд будет ехать. Ну, в любом случае, нам в начало какое-то, да? Нужно. Логично, да? Оттуда же едет поезд. Да, вот в чем прикол. Одновагонный состав подвижной. Ээээ, почему я завис? Застрял. Настреваю. Собственно, вот ради чего мы будем и, собственно, сегодня кататься. Режим пассажира на одновагонной Яузе. Я не попадаю в двери. Скапливается очень большое количество людей. И это не круто, на самом деле. Но почему одновагонник, тоже можно рассказать. Это довольно забавно. Знаете почему? Потому что поезда, как бы, головные, начиная с номерного, они безмоторные. Ну, так-то, немножечко, чуть-чуть, да? То есть, как бы, Яуза была выпущена как раз-таки и после номерного, если так смотреть. Ну, как бы массово. И то не особо массово. Но вы сами видите, что это дичь какая-то. Можно покататься, посмотреть, что в конце вообще поезда делается. Ну, конечно, текстуры, и не будем ничего говорить такого, да, необычного, странного, интересного. Но, тем не менее, довольно интересный сценарий. Одновогодная Яуза, это вообще класс, конечно. К сожалению или к счастью великому, но можно смотреть, и всё освещено. Ну, вот у нас станция, у нас станция, и так необычно, что поезд новогонный и заезжает очень-очень далеко. Можно в любом случае выйти. Выход на правую сторону, это плохо, потому что здесь, в данном симуляторе, не проработка есть. То есть, вы не сможете перейти на другой станционный путь, и второй поезд может не приехать, как бы, за вот этим вот. Ну, и, собственно, вам придётся перезаходить. В любом случае, да, есть в этой игрушке интересный режим, который я вам сейчас, в принципе, и показываю. Можно выбирать, конечно, это разносно, выбирать количество поездов, ну, точнее, вагонов у поезда. И, блин, новогонная Яуза, это, конечно, очень классно, вот. Потому что мы катаемся, собственно, да. Найдём станцию, где будет непосредственно переход, не знаю даже, как это вам сказать. С левой стороны, где двери будут открываться, может быть, это, может быть, не будет на данной линии, я не помню, честно. Так, вижу то, что у нас что-то... Так, нет, станции у нас сейчас ещё нету. Станция у нас будет чуть-чуть-чуть-чуть подальше. Вот, в любом случае, серии коротенькие в этом сценарии будут у нас. Потому что, на самом деле, только четыре станции, вроде, если я не ошибаюсь, да. И я уже вижу станцию. Да, классно на самом деле. И тоже платформа справа. И я никак, на самом деле, не смогу перейти на другую сторону. Вот, потому что тут есть, опять же, когда я буду начинать выходить оттуда, я вам продемонстрирую это на конечной, наверное, станции. Она последующая будет. Вот, то есть, я когда... Ну, давайте попробуем, может, даже сейчас, если я смогу выйти. Да, я смог выйти. И вот, смотрите, если я сюда скорее поднимусь, то мне не дается, во-первых. Во-вторых, иногда бывает, если я подниму... А, нет, дает что-то. Что-то дает. Вот, смотрите, вы действительно хотите выйти? Нет. И меня, получается, нужно мне возвращаться. То есть, на другой станционный путь я не могу перейти. Вот в этом, как бы, минус большой, да. Вот, что еще здесь у нас имеется? У нас здесь имеется, в принципе, все. То есть, прыгать нельзя. Если я сваливаю сюда, то сейчас крики начнутся. Все начнут бегать, убегать, как будто что-то страшное случилось. Ну, у нас с нашим менталитетом, конечно, да, в странах СНГ, люди, наоборот, скорее схватятся. Ну, как бы, я не знаю, мне кажется, так везде. Люди схватятся, помогать друг другу, вытягивать, короче. Вот, ну, давайте попробуем немножко изменить это все дело. Настройки режима. Количество вагонов все-таки добавим до максимума. Это у нас пять штук. Точка появления. Нам это, в принципе, не особо важно. Нам важен режим пассажиров. Да, важно. В принципе, в России не работает режим пассажиров. В Западной Европе не тестил. Но здесь, на красной линии, вот этой вот, случается баг, конечно. Это количество станций пять, смотрите. Давайте попробуем. И посмотрим. Я вам покажу еще недоработку данную, да, в этой игре. Вот, и тоже, как бы, немаловажная такая штука будет. Посмотрим вообще. Вот, смотрите, какая станция вообще узенькая. Буквально, не знаю, на какое количество пассажиров сделано. Но, смотрите, она реально, ну, выглядит атмосферно, да, прикольно. Но такие станции не делают, потому что она очень-очень-очень коротенькая. Вот. Была норма. Если это Восточная Европа, то метро в Восточной Европе строил Советский Союз, как бы. Вот. А там была строгая норма. Вот. Вот, да, то есть платформа должна была быть какое-то количество метров определенное, да. И, опять-таки, здесь данное не соблюдается пространство. Здесь всего очень-очень-очень немного. А, кстати, где поезд? Неужто багается поезд на данной карте, и он не приедет? Либо сам поезд багается, либо багается карта. Ну, я думаю, что, скорее всего, поезд будет багаться, и он не приедет. То есть, ну, по большей части я упал на контактный рейс специальным образом, потому что вряд ли он приедет. Ну, давайте попробуем. Ладно, окей, еще разочек. То есть, это проблематично поиграть в данном режиме. Восточная Европа, окей. Что тут нам пишут? Часть метрополитена Праги серьезно пострадала во время наводнения. То есть, это, получается, какая-то Прага. Это Прага, получается, Западная Европа. В Париж, получается, у нас представитель. Здесь, ну, получается, есть самая длинная, принадлежит московскому метрополитену. Серпуховская, Тимирязевская. Кстати, в симуляторе Мосметро 2D нету такого. Ну, понятно, Лондон. Тут есть еще город Санкт-Петербург. Вот, видите. То есть, а в Санкт-Петербурге какое есть? Ну, кольцевая линия, я так понимаю, что в Санкт-Петербурге вообще нету. Как, come on. Тут не работает в России режим вот этот вот. Да, нету кольцевой линии. Это все бутафория. Вот, в Москве, в Москве кольцевая есть. И она тоже красненькая. Вот, ну, давайте посмотрим все-таки в Восточную Европу. Давайте, ну, на данной штуке. Мне очень хочется покататься на пятивагонной Яузе. Хочу вам показать одну недоработку. Я надеюсь, что Яуза поедет пятивагонная. Хотя, ну, мы уже видели то, что... Подождите, наверное, мы не на этой линии были. Не, вон едет, смотрите. Ну, вот. Смотрите, 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 смотрите. Вот, у меня есть, конечно, еще одна идея по видео. Вот, смотрите, блин, я застреваю. Не надо застревать, пожалуйста, я застрял. Смотрите, смотрите. То есть, вот тут два головных вагона соединено. Вот, видите. И тупо, ну, я зайду с помощью кнопки, потому что можно провалиться. И, в общем, ну, такая не особо прикольная ситуация. То, что у вас только одни здесь головные вагоны, и все. То есть, нету 81, 721, по-моему, 1, или как это обозначается. Короче, если это 720, то значит 721, а 722 это уже юбилейный, который, ну, в принципе, чем-то на Яузу смахивает, но почти. Вот, можно посмотреть кабину машиниста. Если из этой дверки выглянуть. Ну, такое, на самом деле. Знаете, был прикол один раз. Я заходил здесь же, в этой игре. И был такой прикол, то, что у меня на номерном. Первый головной вагон был номерной, а второй головной вагон был непосредственно Яуза. Вот. Ну, как бы такая вот фигня. И с последним тоже. Последний номерной, а остальное все было Яузой заделано. Ну, не знаю, ну, какой-то такой баг был тоже, не знаю откуда. Но имеет игра довольно большое количество багов, поэтому, ну, здесь вообще свободное пространство. Смотрите, не знаю, в реальной жизни так у Яузы или нет. Ну, в общем, пишите комментарии в любом случае. Довольно интересно будет покататься. Не знаю, надо мне... Я так подумал, блин. Я потом поступаю, и видео будут выходить, ну, крайне мало. Крайне мало их будет. Вот. И мне нужно сейчас заготовить какой-то шаблончик насчет этого. Дельца. Ну, блин, не знаю, не хочу как-то много снимать. Мне интересно, последний вагон за пределами станции или нет. Ну, чисто так. Блин. А можно? Можно? Можно, пожалуйста, не проваливаться в текстурах. Видите, проваливайтесь в текстурах. И последний вагон, наверное, скорее всего... Я, пожалуй, да. Вот, видите. Не знаю, в какой я вагон сел, но... Очевидно, что подальше. В любом случае, вот на некоторых станциях, на некоторых поездах вообще невозможно ходить. Как-то это все довольно странно выглядит. Вот там Яуза еще одна на соседнем станционном пути. Видно, что... Так, тут пассажиры... Вот, кстати, тоже, не знаю, бывает такой баг, тоже пассажиры не садятся на сиденье. Это на отдельных поездах. Тут вот человек сел на сиденье, и в руке у него... Что в руке? А он, короче, дрочит, ребят. Ну, ладно, не будем мешать человеку. Ну, короче, что можно сказать? Что можно сказать? Да ничего. В принципе, мне нужно в последнюю дверь желательно, но я думаю, что я выйду из этого. Уже хватит пугать меня. Не надо. Короче, я думаю, что сейчас выйдем, и все будет толково. Вот, в любом случае, ставьте лайки на видео, подписывайтесь на канал. Потому, как обещаю, очень много интересных сценариев здесь, и не только в данной игре. Вот, но пока что я стараюсь реально показывать только самое интересное, самое эпичное. Вот, вот у нас станция. Сейчас мы попробуем перейти в максимально задний вагон. И так, а у нас на другую сторону. Смотрите, я уже думал, что платформа справа. Значит, с этой станции мы сможем уехать назад. Забавно. Так, я выйду. Не, не выйду. Вот последний вагон, мне туда надо. Так, тетка, пожалуйста, пожалуйста, успей, успей, успей. Ладно, я сяду на следующей станции, перейду, наверное. Не, я бы успел, кстати. Ну, ладно, едем в предпоследнем вагоне. Едем в предпоследнем вагоне. Наша цель, в принципе, доехать до следующей станции. Не знаю, с какой стороны платформа будет. Но хочу залезть в самый последний вагон и попробовать выйти в туннель. Ну, как бы, чисто, знаете, есть границы, бывают. У некоторых, как бы, ну, здесь вот есть границы, да, когда ты в туннель. Ну, допустим, вот я хочу просто реально зайти в туннель, попробовать, может быть, там границы не будет, если с последнего вагона выйти. Вот. И пошатывать по туннелю. Вот. Ну, тоже попробовать. Вот. И в зависимости от этого, да, мы назовем видос наш. Вот. Видно даже, как мы заворачиваем. Это вот прикольно, конечно. Тут кадров красивых могло бы быть намного больше в этой игре. Но, во-первых, большущий вот этот контроллер, убогий слева, на весь экран. Причем не особо удобно играется. Плюс ты проваливаешься в текстурах много где. И плюс, что еще можно сказать? О, что это такое? Прикольно было. Вот. Ну, да. Багается игра. Но можно было бы поделать очень большие скриншоты. Классное. Было бы классно. Ну, что можно еще сказать? Что можно еще сказать? Что можно еще сказать? Так. Вот у нас, наверное, на правый бок, да? Или на левый бок? На какой? Где вообще станция? На левый. Ну, на левый так на левый. Да, и тут переход есть. Ну, типа станция глубокого заложения. Неплохо сделана. Неплохо. Сейчас попробуем выйти. Так. Вот боюсь, что из последнего вагона реально не выйти будет. Смотрите, на этом, на этом, на этом. Подождите, я в первый, получается, захожу или что? Или в последний? Подождите. Это, наверное, конечная была. Потому что я не смог зайти. И тут, смотрите, даже на большее количество рассчитано. Интересно. В любом случае, очень интересно. Ну, давайте попробуем тогда провернуть это на следующем. Вот здесь попробуем постоять, подождать поезда. Зайти сразу в максимально возможный последний вагон. Ну, да, станция гораздо, гораздо больше, рассчитана на гораздо большее количество вагонов. И это немножко радует даже. Вот. Я надеюсь, что поезд приедет. Не забагается где-нибудь что-нибудь, по какой-то причине, по которой я, собственно, не смогу. Не смогу правильно, да, отправиться. Или я смогу. Ну, что-то уже долго, на самом деле, как-то. Ну, просто, ладно, подождать-то можно, но... В этой игре просто баг такой есть, сколько бы ни жди, я один раз пробовал, тестировал такое. Пять минут ждал, в итоге ничего не было. Ну, что, есть там поезд, едет или нет? На, там за ворот сразу не разглядишь так. В любом случае, ладно, ребятки. Такой вот видос получился. Такой вот видос получился. Да, я хочу выйти и хочу еще разочек попробовать данный сценарий. в данный сценарий зайти в тоннель выйти, попробовать. Ну, вот, ну, такой эксперимент. У нас же эта линия была, да? Правильно, правильно. Я уже... Можно попробовать русич выбрать. Там вагоны побольше, по размеру. Вот, но сейчас реально глянем. С какой стороны ехать поезд будет стой. Все, идем сразу в конец. У меня дождик пошел на улице, это классно. Вам пово. Не проваливайся в текстурах, пожалуйста. Так, последний вагон мне нужен. Последний вагон мне нужен. Вот он, смотрите. Вот он, вот он, вот он, вот он. Стоило бы, наверное, даже взять другой состав. Но давайте попробуем это сделать все-таки в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok